Когда-то черный индийский чай считался экзотическим напитком, потом появился зеленый чай, а позже на прилавках магазинов начали появляться все новые сорта этого всеми любимого напитка. Кроме того, производители чаев различных марок, благодаря сочетанию разнообразных трав и добавлению в них все новых элементов, разнообразных ягод, сушеных фруктов, сумели придать этому напитку приятный аромат. Вместе с тем, чай стал не только вкусным, но и полезным. Хадиб Алхаева помнит, что 4 года назад она и подумать не могла, что чай может быть в таком широком ассортименте, как сегодня, до 100 сортов. Первый чай – это был «Сказки Шхаризады». Мы его заказали на пробу. Я его заказывала для себя, и после того, как попробовала, я поняла, что стоит заказать, завести. Это чистый зеленый чай был с Энча с добавлением ягод и фруктов. Конечно, люди, отдающие предпочтение традиционному черному чаю к экзотическим сортам и соединениям различных трав, относятся с долей скептицизма. Их надо попробовать, чтобы понять, нравится или нет. То есть бывают некоторые добавки мои, другие как-то не очень. Мне нравятся ягоды, в основном вот чай с ягодами. Это очень вкусно, советую. Самым популярным среди любителей этого напитка является зеленый чай, а благодаря различным травяным добавкам он приобретает самые разнообразные вкусовые оттенки. К примеру, мы нашли такие травяные чаи, как волшебный манго, куда входит зеленый чай с гибискусом, лепестками розы, подсолнечника, цветами мальвы, васильком, кусочками ананаса и фруктово-ягодным ароматом. Или же сказочный, тоже зеленый чай, только уже с добавлением вишни, кусочками клубники и лепестками роз. Аромат и вправду сказочный. И вы точно уж не пробовали чай золота-падишаха, в состав которого входят порох, кусочки ананаса и лепестки роз. Но есть такие чаи, которые может удивить самого искушенного человека, который встречался с самыми необычными вкусами этого напитка. Это чай «Восемь сокровища линя». Вот так он выглядит. Здесь в основе идет чай «Сэнча» зеленый. И далее манго, ананас, ну и цветочные добавки в виде сафлора, сливочный аромат имеется, настой светлый. В последние годы стало популярным использовать травяные чаи для лечения и улучшения самочувствия. К примеру, чай «Молочный улун» – это зеленый чай, он связанный, очень хорошо способствует при похудании. Если у вас проблемы с обменом веществ, вам советуется этот чай утром-вечером, это на ваш выбор, помогает. Привлекает современные чаи не только сочетанием различных трав и дивным ароматом, но и названиями. Они очень часто броские и запоминающиеся. Чего стоят? Нектар, афродиты, персидские сказки, венский вальс, граф Калиостро. Далее есть чай, к примеру, нектар афродиты. Здесь уже основа сенча, ромашка, клубника. Очень хорошо подходят, как на утренний прием. Чай «Венецианская ночь» с добавлением смородины, малины, клубники и лепестками роз. Это чай классический черный осам. И далее тут идут уже добавки. Как говорят, спрос рождает предложение. И, наверное, поэтому в последние годы в новых открывающихся кафе для любителей чая готовят не только традиционный черный, но и другие сорта этого всеми любимого напитка. Мне очень нравится чай зеленый с имбирем. Нравятся всякие разные травяные чаи. Вот с милисой, с мятой. Потом, вот, ну, еще могу иногда мешать смородину, листья смородина с малиной и всяческие вот добавки с огорода. Да, я считаю, что чаи нужно пить для пользы, добавлять туда лимон, мед, необходимые такие вот подсвастители, чтобы приносили ей удовольствие и здоровье. Вот я сейчас пью чай каркаде, очень вкусный здесь. Чай – любимый напиток в нашей стране, но ему же отдают предпочтение и во многих странах мира. Вы, наверное, слышали о китайском чае, индийском, турецком. Есть даже целые церемонии. Это, наверное, потому, что этот дивный напиток обладает не только приятным ароматом и вкусом, но еще обладает огромным количеством полезных свойств. И что может быть приятнее, чем провести свободное время за чашечкой ароматного чая?